На Никольском кладбище Александра Невской лавры почтили память покойного духовника обители Архимандрита Елеазара Иванова. У могилы батюшки всегда свежие цветы. Он стал духовным отцом не только для братьев монастыря, но и для многих мирян. Панихиду в день ангела одного из известнейших духовных отцов Петербурга отслужил клирик храма святых апостолов Петра и Павла, протерей Михаил Кудрявцев. За богослужением пел церковный хор «Астрон», созданный по благословению Архимандрита Елеазара из числа его духовных чад. Хор продолжает и богослужебную, и концертную деятельность. Память о батюшке для них всегда живая. И говорят об отце Елеазаре всегда с тихой и светлой радостью. Мы сегодня служим панихиду. Но то, что происходит после этих панихид и те наши перемены внутренние к лучшему, благодаря его молитвам, они говорят о том, что, наверное, все-таки Архимандрит Елеазар – это человек святой жизни. И это еще тот образец не просто православного христианина, а того православного христианина, который пришел к святости. Вот для меня это очень такое высокое, емкое понятие, но в то же время очень близкое, теплое, живое, почти родное. Для меня это один из самых важных людей в моей жизни, который объяснил мне, как правильно петь, как правильно служить Богу. Потому что сейчас в наше время очень многие люди считают, что зачем мне посредник, церковь или священник, для того, чтобы говорить с Богом. Я сам могу с Богом поговорить. И я очень рада, что есть такие священники, как отец Елеазар, которые объясняют, что наш уровень святости еще очень далек для того, чтобы говорить с Богом. И нужно ходить в церковь, нужно причащаться. Если ты можешь, можно пить на клиросе. И тогда все в твоей жизни будет замечательно. И тогда, может быть, мы удостоимся счастья приблизиться к нему чуть больше. Поэтому для меня это такой человек, который сделал эту связь возможной с Богом. И я так рада, что сейчас у нас есть панихидки, что мы можем на них приходить и служить. Вы видите, сегодня у нас праздник, и опять собралось очень-очень много людей в такой прекрасный солнечный день. Благодати, духовной мудрости и советов у отца Елеазара хватало на всех, сказал отец Михаил в слове после панихиды. К нему приходили многие, он с утра до вечера принимал, и все уходили от него с утешением. А то, что казалось сложным, являлось простым. В чем была его особенная такая благодать, когда он мог все самое сложное объяснить в самых простых словах и сказать, вот как нужно поступать, и это было единственно верным. Больше ни у кого советы спрашивать было не надо, потому как отец Елеазара с помощью божественной мудрости мог все ясно, просто, понятно и по-настоящему, по-духовному рассудить. Прошло уже сколько лет, как отца Елеазара нет, но он живет с нами и живет в моем сердце. Конечно, его очень не хватает, хочется к нему прийти. Каждый день к могиле архимандрита Елеазара приходят люди, чтобы помолиться и попросить совета у любимого батюшки. И как при его жизни никто не уходит неутешенным.